Ты зачем ко мне ходила, в подворотку лазила, вся курей передавила, поросенка сглазила! Вот так под задорные частушки и переливы гармошки в парке Харенка ивановцы праздновали Масленицу. Кажется, в этот день дома не усидел никто. Для многих уже традиция провожать зиму в городском парке. Конечно, обязательно. Только парки разные. Или в Степанский парк, или в парк 5-го года. Так что ходим и в тот, и в тот. Все замечательно, великолепно. Поводить хоровод, полетать на каруселях, прокатиться на лыжах или ватрушках, ну или просто подышать свежим воздухом. Развлечения по душе мог найти каждый. А какая компания вокруг? Люди все кругом такие хорошие, радостные, счастливые. Я рада, что у нас в стране такие люди, такие общественные. Все занимаются своим, как говорится, творчеством. Ну, гулянье такое, песни, сказки. Все как бы, знаете. Ну и какая Масленица без блинов. Ажурные, ароматные, на тарелке почти у каждого. Татьяна пекла всю ночь. В парк принесла 400 штук. Ну, это где-то 8 часов и 3 сковородки. Что для вас? Семья Морозовых тоже готовилась к Масленице. Чучело смастерили сами. На куклу потратили часов 9. А теперь ни капли ни жилея готовы сжечь ее разом дотла, чтобы все невзгоды остались в уходящей зиме. У нас чучело зовут Сгущенкина Маслена Аладдевна. Да, дочка? Так. Делали ее сами. Дома. Вот. Решили здесь, да, решили встретиться с друзьями, отпраздновать на Харенке Масленицу. Вот. И попозже мы ее сожжем. Все наши беды, ненасти. В общем, вот так. Татьяна каждый год сама звезда Масленицы заряжает позитивом себя и окружающих. Я сама все сделала своими руками. Ну, как-то так. Чтобы веселее было народу? Конечно. А как же? Сейчас народ будет фотографироваться, фотосессить со всеми будет. В парке Степаново поток из тысяч горожан встречала самая большая Масленица региона высотой в три этажа. Организаторы постарались на славу. Кроме гигантской куклы была и масштабная развлекательная программа. Выставка пожарной и спасательной техники, показательное выступление, хороводы, розыгрыши. К слову, сотрудники МЧС дежурили здесь не зря. Создавалось впечатление, что тушить фигуру придется из всех представленных машин. Но до кульминации праздника спасатели горожанам рассказывали, зачем им на службе снегоходы, квадроциклы и вездеходы. Разрешали на них сфотографироваться и посидеть. Непосредственно техника пользуется, я говорю, за центром ГИМС. Техника пользуется при проведении рейдов и патрулирований, чтобы охватить большую акваторию ледовую, чтобы смотреть, какая обстановка творится на воде. Классические масленичные развлечения и конкурсы разбавляли необычные выступления. Свои умения жителям и гостям города продемонстрировали учащиеся кадетского казачьего класса 15-й школы. Казаки – это те, кто стоят на страже порядка и те, кто помогает власти бороться с преступностью и со всем этим. Мне это понравилось и я решил вступить в этот класс. У нас физическая подготовка, строевая подготовка, разборка-сборка автоматов, ланкировка, много всего. Воскресные гуляния получились невероятно многолюдными. Казалось, развлекаться приехал весь город. Подтверждением тому стали километровые пробки перед каждым из парков. Часть дня народу пришлось провести в них. Елена Белова, Мария Смирнова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.